Здравствуйте, друзья! В этом обзоре мы с вами рассмотрим построение системы защиты от протечки с использованием электрического крана, датчика воды и двухканального релеу токара. Главной целью этого обзора является именно принцип работы такой системы, так как конкретных вариантов реализации может быть очень много. Основным элементом системы защиты от затопления является электрический кран, задачу которого входит перекрытие входной трубы с водой. Правильный выбор этого крана задача очень важная и я сознательно не буду давать рекомендации по выбору конкретной модели, так как не являюсь специалистом по водозапорной арматуре. Для этого обзора я выбрал достаточно стандартную и довольно бюджетную модель, исключительно чтобы показать принцип ее работы. Электрический кран состоит из двух элементов, собственно самого шарового крана и электродвигателя. Электродвигатель подключается к шаровому крану через специальную муфту. Определение положения закрыто-открыто осуществляется при помощи концевиков платы управления двигателя. Кроме этого, существуют варианты двигателя-актуаторов, которые могут управлять обычным шаровым краном. Этот электрокран имеет трехпроводное управление от сети переменного напряжения 220 вольт. Один из проводов 0, он подключен всегда. Два других это управляющие фазы для открытия и закрытия. Для того, чтобы все работало корректно и безопасно, очень важно определить точно фазовый провод. Это легко сделать при помощи индикаторной отвертки. Теперь можно проверить работоспособность крана, убедиться в том, какая из управляющих фаз отвечает за открытие, а какая за закрытие. В моем случае подача питания на коричневый провод приводит к закрытию крана. Подача питания на синий провод к открытию крана. Если питание будет подано на обе фазы, взрыва не произойдет, просто кран будет попеременно открываться и закрываться. Для управления краном удобно взять двухканальное реле Акара. Также можно использовать, например, двухклавичный выключатель Акара. Это облегчит интеграцию в альтернативную систему. Для управления электрокранами у реле есть специальный режим интерлок. Для его активации необходимо, чтобы в этот момент один из его каналов был включен. Нулевой провод общий и для реле, и для электрокрана. На слайде он подключен в тройной клеммник ВАГО. Два других провода из него подключены к электрокрану и контакту N-реле. Далее подключаем два провода, управляющие фазы, к выходам L1 и L2. Благодаря режиму интерлок в один момент времени активным может быть только один из них. Остается подключить входящую фазу на вход IN-реле, и система управления краном собрана. Проверяем работу. Первый канал теперь закрывает реле. Второй канал открывает. Причем, если включен канал 1, то он автоматически выключается. Напомню, что данное реле позволяет использовать и обычный механический выключатель, причем он будет управлять реле без интернета и Wi-Fi. Согласно штатной инструкции, подключаем вход выключателя с разъемом IN. Подключаем два провода на выхода выключателя. И соединяем их с управляющими контактами S1 и S2. Убеждаемся, что все работает корректно. Еще один момент. Питание на двигатель электрокрана нужно подавать только для открытия или закрытия. Постоянно это делать не нужно. Поэтому измеряем время, нужное для его закрытия. У меня получилось около 17 секунд. Открытие происходит немного быстрее, около 15 секунд. Для того, чтобы зафиксировать факт протечки, нужен соответствующий сенсор. У Акара есть и такой. На нижней его части находятся два контакта. Если они замыкаются лужей воды, сенсор срабатывает. Для автоматического перекрытия крана создаем сценарий, условием которого служит обнаружение протечки. Действие. Включение питания на канал 1, которое закрывает кран, и через 20 секунд с запасом отключения питания. При желании можно создать и второй сценарий на открытие крана по условию протечка устранена. Тот же самый принцип, но на второй канал. Хотя для перестраховки открывать кран лучше только вручную. В рамках тестирования рассмотрим обе автоматизации на закрытие и на открытие. При попадании датчика протечки в лужу воды срабатывает сценарий закрытия крана. Мехом при этом ждет уведомления на телефон. Если вытереть датчик насухо, срабатывает второй сценарий на закрытие крана. Надеюсь, что данное видео помогло вам понять принцип работы системы защиты от затоплений. Конечно же, это не панацея, и такая система ничем вам не поможет, если вас, например, будут заливать соседи сверху. Вам только придет уведомление на телефон. Но все же, я считаю, лучше с такой системой, чем без нее. И еще раз акцентирую внимание на важности правильного выбора электрических кранов. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч! Подписывайтесь на мой канал!